Роботы. Человек всегда мечтал о роботах, даже когда еще этого слова не было. Напомню, оно появилось только в 20 веке. Так вот, задолго до научной фантастики уже были мечты о неком искусственном антропоморфном существе, который естественно полностью подчиняется человеку. Потому что робот – это по сути слуга, даже больше. Это раб. Слуга может уйти от хозяина, а вот раб не может. И все мечты о роботе – это желание заиметь такого слугу или раба, выбирайте сами, чтобы он делал за нас всю грязную и не грязную работу. А мы люди ничего не делали, только отдыхали. Да, это в идеале, конечно. Но с роботами даже в 21 веке как-то не получается. И вот как это в наших фантазиях всегда было. Их делают, даже продают массово, например, промышленных роботов, но выполнять за нас всю работу они не умеют. И вообще они довольно неуклюжие, если не сказать глуповатые. Нынешние роботы могут эффектно делать что-то очень простое, однообразное, перекладывать что-то куда-то. В этом они хороши. В остальном – нет. Очень во многом нет. Другое дело – экзоскелет. Это совсем свежая штука. Она, правда, тоже впервые была описана фантастами лишь в 20 веке. Но вот до 20 века никто в этом направлении даже не думал, чтобы механически или электрически усилить мышцы человека. Защитить – да. До спехи рыцаря, например. Но усилить – нет. А это ведь как раз вполне реалистичный, в отличие от роботов, способ из каждого человека сделать такого супергероя. Это программа «Вместе с наукой». И сегодня мы поговорим о них, об экзоскелетах, об отечественных экзоскелетах. Окей, начинаем с моей любимой этимологии. Экзоскелет с греческого переводится как «внешний скелет». И здесь сразу у меня претензии к названию. Просто если исходить из функционала этого и подобных ему устройств. Значит, что должны делать экзоскелеты? Увеличивать силу мышц человека, брать на себя часть нагрузок. Хорошо. Выполняют они все это за счет жестких частей и подвижных. Это могут быть, ну, например, вот электродвигатели или пружины и тросы. То есть сам по себе экзоскелет – это не только скелет, но еще и как бы мышцы. Вообще такое происходит довольно часто. Название устройства не совсем точно передает его смысл. Так что экзоскелет, в принципе, можно было легко назвать экзосома, то есть внешнее тело. Но, конечно, экзосома звучит не так благозвучно, как экзоскелет. Теперь можно ненадолго погрузиться в историю, потому что это интересно. Если не брать все рисунки и концепты на бумаге, то первым по-настоящему воплощенным в металле экзоскелетом принято считать американский Харди Мэн 1. Вот так вот он внушительно выглядел. Это разработка 60-х-70-х годов прошлого века. Как ни странно, Харди Мэн – это не просто сочетание двух слов Харди – вносливый, и Мэн – человек, а аббревиатура Human Augmentation Research and Development Investigation Manipulator 1, что можно перевести на русский язык как манипулятор для исследований и разработок в области аугументации человека. Цифра 1, соответственно, обозначала первую модель. Слово «аугументация» – это усиление, прирост. В медицине аугументация – увеличение размеров органа или ткани. То есть, еще раз, более понятно, название американского экзоскелета расшифровывалось так – «манипулятор для исследований и разработок в области увеличения силы человека». Идем дальше. Кто был заказчиком Харди Мэна 1? Ну, разумеется, военный. Это очень распространенная вещь. Многие, попадающие потом в гражданскую жизнь разработки, изначально предназначались для военных нужд. Харди Мэн должен был сократить время на подвеску ракетного вооружения для авиации. Обычно это делается с помощью подъемников. А тут взял руками-манипуляторами и тут же закрепил под крылом. Как бы то ни было, Харди Мэн в серию не пошел. И вообще его вряд ли можно назвать по-настоящему состоявшимся проектом. Потому что за почти 10 лет работой инженерам удалось собрать модель экзоскелета весом более трех тонн. При этом нижняя часть, то есть ноги, так и не удалось сделать подвижными. Более-менее функционировала только одна нога. А из верхней части тоже двигалась только одна рука манипулятором. Кстати, она весила 750 килограммов и могла поднять 340 килограммов. Основная проблема – кинематика. То есть Харди Мэн плохо двигался и еще хуже реагировал на движение человека внутри него. Может поэтому невозможно найти видео этого монстра. Он годился только для эффектных фотографий. Кстати, в кино, так или иначе, экзоскелеты попали. Скорее всего, как раз не без подачи заказчиков Харди Мэна. Есть малоизвестные фильмы, а есть очень известные. Прямо вот внешний вид и способ работы с помощью экзоскелетов к десантному кораблю пристыковывают ракеты дают точную подсказку. Вдохновлялся Джеймс Камерон именно Харди Мэном. Кстати, после фильма «Чужие» ему звонили из одной компании, производящей погрузчики, с предложением купить такие замечательные экзоскелеты. В кино они действительно выглядят великолепно, работающими и удобными. Но Камерон, разумеется, отказался. Продавать там было нечего, костюмы были бутафорскими. Теперь про современность и классификацию. Экзоскелеты можно разделить на очень много видов и подвидов. По конструкции, по материалам, по источнику энергии, по весу, по цене, в конце концов. Так вот, мне кажется, самое адекватное – это разделить все многообразие экзоскелетов по области их применения. Тогда у нас выделяются три группы. Медицинские экзоскелеты, промышленные и военные. Начнем с первых. Значит, вот перед вами один из самых известных у нас в стране медицинских экзоскелетов. Не первый год на рынке, показал себя хорошо и, что очень важно, хорошо показал себя по цене. Он стоит дешевле, чем зарубежные аналоги. Впрочем, если бы он стоил столько же, зачем его тогда было бы выпускать на рынок. В чем основной смысл медицинского экзоскелета? Это я покажу наглядно. У нас есть герой, и на его примере вы все и увидите. Итак, медицинский экзоскелет – это инструмент для реабилитации людей с нарушениями лакомоторных функций нижних конечностей. Ну, грубо говоря, для тех, у кого плохо или совсем не ходят ноги. Это могло случиться по причине аварии, травмопозвоночника, инсульта и так далее. Важный момент. Экзоскелет – не замена инвалидной коляски. Тут нет такого, что купил это устройство, надел, пошел, а коляска теперь пылится в чулане. Нет. Экзоскелет помогает больному вспомнить, каково это – ходить на своих ногах. А не полноценно заменяет ноги. Почему это важно? В смысле, вспомнить, каково это – ходить на ногах. Дело в том, что сидение в инвалидном кресле само по себе довольно вредная штука. Мы физиологически к этому не приспособлены. Вот даже просто сидение на стуле в офисе телу скорее вредит, чем помогает. Попробуйте так посидеть часов пять, а потом встаньте. В общем, состояние так себе. А что помогает телу? Известно. Активное движение, ходьба, бег – это то, к чему наше тело хорошо приспособлено. А человек в инвалидном кресле лишен всего этого. Он днями и годами может занимать только сидячее положение. Что дает экзоскелет? Возможность выпрямиться, встать на ноги, сделать несколько шагов, вернуть телу его естественное положение, простимулировать мышцы, нервную систему, кровеносную. А главное – вернуть мозгу это понимание «я двигаюсь на своих ногах». При инсульте, когда страдают отделы, отвечающие за движения, это один из способов их снова оживить. Начать двигаться. Например, вот так, с помощью экзоскелета. Больной при этом может не передвигать самостоятельной ноги. За него это делает машина. Но в головной и спинной мозг летят сигналы. Я хожусь, ноги в движении. И мозг как бы вспоминает, что значит ходить. Называется это обратная связь. Она действительно работает. Есть кейсы, когда от такой вот обратной связи люди восстанавливались полностью или хотя бы частично восстанавливали способность перемещаться. Но, впрочем, чего я тут расписываю? Лучше у самого человека, который ходит с помощью экзоскелета, его, кстати, называют оператором экзоскелета, спросить, каково это? Смотрите, для инваляда-колясочника, да, наверное, нет желания сильнее, быстрее и больше, чем просто начать заново ходить. Не важно, каким способом. Просто стоять у стеночки, это уже дает какое-то внутреннее такое ощущение. Вот это давно забытое, но оно вот теплит что-то, и я когда-нибудь восстану, я буду делать для этого все. А ходьба в экзоскелете – это все-таки работа. Это такая, знаете, сродни шахматам, наверное. То есть я каждый шаг делаю, и я подсознательно его пытаюсь контролировать. Каждый шаг. И это все равно дает определенную нагрузку мысленно, да, то есть я постоянно загружаюсь, я погружен в ходьбу, и, ну, физически тоже. Мы во Владимире, и здесь несколько лет назад начали изготавливать промышленные экзоскелеты. Теперь, в чем их принципиальное отличие от уже виденных вами медицинских? Ну, если по-простому, то в том, что человек внутри – это не инвалид, у него работают руки и ноги. Тогда в чем предназначение этого экзоскелета, если человек и так здоров? Ну, дело в том, что наши тела, хотя и принято их считать венцом эволюции, на самом деле это не так, имеют вполне себе определенные, слабые и подверженные перегрузкам места. Звучит странновато, сейчас я поясню. Вот когда вы поднимаете какой-то груз, допустим, две пятилитровые канистры с водой, что у вас довольно быстро устанет? Руки, а еще, возможно, начнут попаливать коллеги. Если вы делаете какую-то работу и часто наклоняетесь, скажем, копаете или переставляете что-то с полки на полку, что у вас будет затекать? Поясница, возможно, даже попаливать. Держите в руках дрель. Рано или поздно устанут и начнут доставлять дискомфорт кисти и предплечья. Это как раз и есть те самые проблемные места в теле человека, которые быстро устают, травмируются, изнашиваются, если вы занимаетесь активным физическим трудом. Колени, поясница, руки. И ровно эти три места страхуют или даже помогают усилить промышленные экзоскелеты. Теперь, как они работают. Значит, в отличие от виденных вами медицинских экзоскелетов, практически все промышленные – это пассивные экзоскелеты. То есть в них нет электромоторов. Они все работают на пружинах, на лямках, на жестком каркасе, либо распределяя нагрузку по телу человека, либо запасая энергию за счет пружин во время, допустим, сгибания коленей, поясницы и отдавая эту энергию, когда человек разгибается. В этом секрет работы пассивных промышленных экзоскелетов. Они, что называется, простые, не очень сложные в разработке, изготовлении и, что очень важно, не сложные в использовании. Кстати, все эти экзоскелеты могут поддерживать отдельные зоны в теле человека. Допустим, только руки или только поясницу. А могут быть комбинации из разных частей, то есть поддерживать и руки, и поясницу, и колени. Это тоже важно. Где-то человек на заводе стоит просто у станка, и у него, допустим, затекают предплечья. А где-то он сельским хозяйством занимается, и у него очень устает спина. Окей, сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Значит, я попробую этот груз поднять просто, вот как есть, и с экзоскелетом. Попробую поднять двумя способами. Просто оторвать от пола, оторвать от пола и продержать столько, сколько у меня получится. Сначала просто я его поднимаю. В общем, с усилиями мне это удается. Здесь где-то 30 килограммов. Упаковка для бумаги, инструменты, какие-то металлические детали. И теперь ровно настолько, насколько меня хватит. Поднял и зафиксировался. Так, ну, могу держать еще, но, в принципе, я уже так на пределе. Где-то примерно 30 секунд, наверное, у нас получилось. Значит, на мне сейчас промышленный экзоскелет, и все то же самое. Сначала просто поднимаю этот ящик, и потом поднимаю и фиксируюсь. Так, сначала просто подъем. Ну, да. Ну, то есть я вес ощущаю, но, в общем, отрывается он так. Ну, наверное, даже проще. Просто я не уверен, потому что во всех моих конечностях натянуты такие вот резинки, поэтому они отвлекают мое ощущение. И теперь я поднимаю и фиксируюсь. Ну, в принципе, достаточно. Какие мы ощущениями? Ну, устаешь. Устаешь, конечно, меньше, но нагрузки, они как бы больше, скажем так, распределяются. Даже я сам их могу распределять между теми мышцами, где я хочу. То есть если мне хотелось, например, немножко ослабить спину, я больше как бы, ну что ли, ящик этот держал на руках. Когда у меня руки-руки начинали уставать, я какое-то движение такое делал внутри себя, и больше это переходило на ноги. В общем, ты можешь нагрузку так гонять по своему телу. Ну и да, вот я чуть-чуть запыхался, но, по-моему, держал немножко подольше. Теперь очень важно понимать, а зачем это нужно самим производством. То есть работникам понятно, а производством зачем? Как всегда, в основном из-за денег. Дело в том, что по нормативам любой человек на фабрике или заводе не должен поднимать ничего тяжелее определенного веса. Допустим, тяжелее 5 килограммов. Весит какая-то болванка 6 килограммов. Надо вызывать погрузчик или кран. Это время, это расход энергии, это еще один работник. А если на человеке будет экзоскелет, он запросто, без вреда для собственных коленей и поясницы, 6-килограммовую болванку поднимет, ну и перенесет ее куда-нибудь. Или другой пример. Работает человек с электродрелью. Допустим, работает долго. Его руки начинают уставать. То есть снижается точность движений, эффективность работы падает. Если же на человеке экзоскелет с поддержкой рук, то усилий тратится минимум, а работа выполняется максимально эффективно и максимально долго. То есть, конечно, промышленные экзоскелеты – это забота о людях. Но в том числе это и выгода для производства. Такой классический вин-вин. Покупатели предприятия, которые занимаются логистической деятельностью, то есть транспортировка, перевозка грузов, конвейерное производство, различная сборка. То есть очень много операций, в которых нужно взять с конвейера, поставить на поддон. С поддона на конвейер, с поддона на конвейер. И так вот с целыми сутками. Строительство. То есть тяжелые крупные инструменты, сыры, дрели, перфоратором работать. Работа с болгаркой, когда приходится. Арматурщики, сварщики. То есть вот категории потенциальных заказчиков. Третий тип экзоскелета после медицинского и промышленного – это военный экзоскелет. И на самом деле его было отыскать довольно сложно. При том, что, казалось бы, все должно быть наоборот. Потому что исторически очень много каких-то революционных вещей сперва появлялись в виде оружия или военной техники, а потом их начинали использовать и для мирной жизни. Так работает цивилизация. На армию в крупных государствах тратятся хорошие деньги, примеров моря. Большие пассажирские лайнеры ведут свою историю от бомбардировщиков. Ракета «Союз» – это семейство ракет Р-7, которые создали, чтобы доставлять ядерный заряд на территорию противника. Можно продолжать и продолжать, но сейчас речь не об этом. Так вот, с экзоскелетами картина с точностью до наоборот. Медицинские экзоскелеты вполне себе уже продаются на рынке. Промышленные тоже выходят в серию. А военных экзоскелетов крайне мало. И они все находятся в стадии такого прототипа. Мы рядом со зданием НИИ механики МГУ имени Ломоносова. Здесь совместно со ЦНИ и ТОЧМАШ делают те самые военные или боевые экзоскелеты. Давайте зайдем и посмотрим. У него любопытное название – АПК-1. На самом деле это аббревиатура, причем не полная. Экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава – АПК. Вообще у изделия еще нет какого-то официального названия, потому что это действительно прототип. Он работает, его можно надеть на себя. Я еще покажу, как он функционирует. Но, как говорят сами его создатели, здесь еще есть над чем работать. Ну, то есть очень много над чем надо работать. Звонкие заголовки – в России появился экзоскелет для армии. Ну, хорошо. Появился – да. Использует его армия – нет. И вот почему. До реального применения, тут, конечно, еще далеко, это у нас только предварительная разработка, отработка принципиальных технологических решений. А дальше надо, как для обычного, так сказать, серийного устройства, проводить испытания, так сказать, доказывать, что это действительно реально оптимальные варианты конструкции. И все прочее. Надо, чтобы было надежно, удобно. Все экзоскелеты по конструктиву можно разделить на активные и пассивные, то бишь с электромоторами и без таковых. Медицинский, который вы видели, – это активный экзоскелет, он питается от батареи. Промышленный, что вы видели, – это пассивный экзоскелет. Так вот, этот прототип военного экзоскелета – что-то посередине. В нем есть электромоторы, но за человека он ничего не может сделать. Он такой помощник. Теперь, где он помогает? Что он вообще делает? Помогает вот в этом месте, в коленях. Эти утолщения – это и есть его электромоторы. Они с обеих сторон. Право, лево. Значит, во время хождения в нем, ну, как бы легче шагается. Особенно, когда военный несет снаряжение. При этом за человека, как я уже сказал, костюм не шагает. Он только помогает. И вот здесь начинаются сложности. На самом деле все настолько неочевидно, что пока тебе не рассказывают, с какими проблемами столкнулись разработчики, то как-то и в голову не приходит, что с этим может быть какая-то проблема. Так в чем сложность? А буквально вот в этом. Например, как дать понять костюму, что ты хочешь сделать? Покажу на конкретном примере. Я поднял ногу, чтобы, ну, допустим, чтобы шагнуть вперед. Или я поднял ногу, потому что она у меня зачесалась. Или я поднял ногу, чтобы сделать шаг назад. Или шаг в сторону. Или вообще передумал и остался на месте. Как дать понять костюму, что ты собираешься сделать, чтобы не было этого конфликта? Ты делаешь шаг в сторону, а он с помощью электромоторов мешает тебе, потому что думает, что ты будешь шагать вперед. Вопрос, казалось бы, простой, но как его решить? Вы скажете, датчики поставить. Ну хорошо, а куда их поставить? На ноги? Ну да, как, например, в экзопротезах. По электрическим импульсам внутри мышц костюм будет все понимать. Так, ну, во-первых, туда надо ставить тогда целую россыпь этих датчиков. Во-вторых, ставить, естественно, прямо на кожу. Как-то там их крепить. Но это военный экзоскелет. От него требуется простота и надежность. На дело пошел какие датчики? Если они собьются, отвалятся, что тогда? Переставлять их? Да и долго их ставить. Ну, можно еще в руки джойстик дать солдату, чтобы он вперед, назад, вправо, влево нажимал. Но тогда одна рука у него все время будет занята только управлением костюма. А как оружие держать? Тогда, может, голосовое управление? Ну да, особенно, когда нужно скрытно что-то делать. Или другое что-то скажет, а костюм откликнется. Привет, скелет! Шаг вперед! Привет, кожаный мешок! Делаю шаг вперед! Короче говоря, казалось бы, все просто, но по факту все очень и очень сложно. У нас сейчас задействованы относительно простые алгоритмы и, в общем-то, простые датчики, которые используют почти все. То есть датчики давления в стопе, датчики усилий в конструкции. Вот. Ну, может быть, мы их используем немножко по-другому, чем это делают другие. Хорошо. Изоскелет на мне. Он сейчас выключен. И, в общем, я могу прямо вот в таком вот выключенном состоянии пройти. Немного весит. Наверное, могу пройти назад. Так, теперь вопрос, что я почувствую, ну, либо не почувствую, когда заработают электромоторы. Кнопка. Включаю. Просто включаю. Окей, включил. Значит, когда я надавливаю на пятку, у меня происходит некое усилие. Ну, что ли, вот последний момент разгибания ноги. Я чувствую некую помощь. Ну, в общем, да, это хорошо работает как пассивный. Он меня раздагружает просто благодаря тому, что у меня здесь шарнир есть. Честно говоря, сейчас уже в экзоскелета села батарея. Но, в чем его несомненное преимущество, он очень легкий. Поэтому ходить можно пока сам не устанешь. О чем хотелось бы поговорить в конце? Ну, как всегда, о самом главном. Из всех придумок человека, экзоскелеты – это одно из самых стремительно развивающихся направлений. Развивающихся в наши дни. Это лично мое мнение. И вот почему. Буквально три года назад я бы смог снять только треть этой программы. Вот про медицинские экзоскелеты. И все. Сейчас с небольшим, конечно, скрипом, но получился развернутый рассказ с разными типами устройств. А среди промышленных экзоскелетов пришлось даже выбирать, кого именно снимать. Потому что, ну, было из кого выбрать. Такие изменения случились за три года. И сами производители частенько во время интервью говорили следующее. Мы не идем по этому пути, допустим, по пути пассивных экзоскелетов, потому что там уже большая конкуренция. Хорошо звучит. Конкуренция в производстве экзоскелетов. И неважно, в каких условиях делаются эти устройства, это не должно никого сбивать с толку. В конце концов, костюм одного известного супергероя тоже был сделан в пещере. А потом, вон как оно все, развернулось. Но от фантастики в этой теме, видимо, никуда не уйти. И от этого становится еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok